Здравствуйте, добро пожаловать в нашу лекцию по Торе. Тема сегодняшней лекции – это праздник Шавод. У нас меньше недели осталось до этого праздника. Праздник Шавод, когда мы о нем упоминаем в молитве, мы называем его «Зман Матан Торатену». Это праздник, то есть это день получения Тора. И, по идее, я должен был сейчас посвятить урок Торе, важность Торы, но интересно, если посмотрите в Талмуде, приводится интересный спор, спор двух великих мудрецов. Про обычные еврейские праздники, еврейский праздник, песок еврейский праздник, праздник Суккот. Что нам надо делать в эти праздники? У нас у каждого праздника есть заповедь. В каждом празднике Суккот мы сидим в Суке, в песок мы кушаем отцу. Основная цель – праздник. Так один мудрец говорит, это основная цель праздника, посвятить весь праздник Всевышнему. Сидеть в синагоге, молиться, учиться и так далее. Другой мудрец говорит, нет, праздник, само слово «праздник» по-русски, да, надо отмечать. Он говорит себе в свое удовольствие. Хорошо, покушать и так далее. Есть такой спор. Потом Гимора говорит, что Шабуот, нет, все согласны. Шабуот, все согласны, что вы обязаны посвятить день, хотя бы часть этого дня, себе, то есть физическим, хорошо покушать, выпить, покушать и так далее. Казалось бы, из всех праздников, это самый духовный праздник. Это праздник, который мы отмечаем, что нам дали Тору. Мы не отмечаем просто исход, физический исход из Египта, что мы сидели в шалашах. Шабуот – это праздник, когда нам дали Тору. Интересно, некоторые говорят, что Шабуот – это праздник, которого нет у Холомоя. В Пейсах есть полупраздничные дни, в Суккоте есть полупраздничные дни. Шабуот – один день в Израиле, два дня в Уцла-Арыц, но только святые дни. Потому что некоторые говорят, что такой святой день, это день получения Тору, не может в нем быть полупраздничных дней. Шабуот – весь праздничный. Он – только святой день. И тут нам говорят, что нет, не забудьте покушать. Гимори написано, что надо так и покушать. Приводится логически, мы к концу урока, может, даже коснемся, что кушать, как кушать. Но в этот праздник, казалось бы, еще интересный момент. Интересный момент, что в храме круглый год запрещено было приносить что-то заквашенное. То есть хамец, то, что называется хамец, не забыли, все мучные изделия, в храме было очень много мучных изделий. В храме с каждой шаббой приносили свежие 12 хлебов, в храме приносили с многими карбонос, приносили лепешки, можно было принести лепешки, можно было караваи приносить. Все они, даже вот этих хлеба, которые были, они называются хлеба, на самом деле их замешивали, их сразу пекли. Не давали возможность даже подняться тесту. То есть логически это была мацца. В храме была только мацца. Она была очень вкусная, может быть, она была толстая. Но единственный день в году, когда в храме приносили вкус, что называется хлеб, это был шаббот. В шаббот приносили два хлеба и кушали коины. Так, опять-таки, казалось бы, шаббот это такой духовный праздник. Нет, вот именно в шаббот Бог сказал, что вы должны принести именно вкусное, если так можно сказать, вкусное жидоприношение. И давайте, вместо того, чтобы посвятить урок именно изучению Торы, что тоже очень важно, я хотел посвятить урок, действительно, почему действительно так важно покушать. И потом, из этого вы поймёте, почему важно учить Тору тоже. Первое объяснение, это сам Раши. Раши, он написал комментарий на Талмуд. И Раши, в этом отрывок Талмуда, который написано, что надо именно кушать, Раши говорит, чтобы показать Всевышнему, что мы хотим Тору. Есть такое выражение «ярмо Тора». То есть Тора на прошлой неделе отдал урок, что это подразумевается. Но есть такая вещь, что Тор – это заповеди, это мы обязаны всё делать. И не дай Бог, может остаться впечатление, что оно нам в тягость. Даже когда мы это соблюдаем, не дай Бог, может остаться впечатление, что оно нам в тягость. Особенно нас, на самом деле, заставили. Во время получения Тора поднялся гору, Всевышний поднял горы, добровольно, принадлительно сказал, что если не возьмете Тору, сейчас у вас тут и похоронят. И поэтому создаться может впечатление, что евреи не хотят Тору. Поэтому мы хотим показать, что мы радуемся. Мы радуемся. Это приятный момент. И поэтому, когда человек показывает, что он радуется, если он кушает. Если что-то печальное, не кушает. Что-то хорошее, тост, поесть, попить. Человек показывает, что он действительно рад, что мы хотим эту Тору, что нас не заставили. И поэтому к Самсобе говорит интересную вещь. В Торе, я начал свой урок с того, что сказал, что Шабот – это праздник получения Тора. Действительно, во всех детских книжечках вы это увидите, всякие картинки. И везде вы посмотрите. Шабот – это праздник получения Тора. В Торе, в самой Торе, Шабот называется, что это праздник сбора урожая. Это праздник приношения первых плодов. Это Шавуот. Слово Шавуо – это семь недель мы читали. В самой Хумише, в Торе, ни слова не написано, что это тот день, когда нам дали Тору. Самсобе говорит, что Бог не хотел дать нам заповедь, поблагодарить его от чистого сердца, что нам дали Тору. Человек не может от чистого сердца поблагодарить кого-то, если тот его попросил поблагодарить. Правильно? Это называется от чистого сердца. Была шутка такая, когда сделали эксперимент. Взяли 100 мужчин. И там две двери. Одна дверь, туда идут те мужчины, которые у них в семье принимают решение мужчины. Муж. И другая дверь, там, где в семье принимает решение жена. То есть, сделай эксперимент. Если вы, пришло 100 человек, и говорят, вот если вы в вашей семье принимаете все решения, принимаете вы, идите налево, а если в вашей семье принимают все решения, ваша жена, идите направо. И 99 мужчин пошло направо. Муж все-таки принимает решение. И один мужчина пошел налево, действительно, он пошел там, где муж принимает решение. А ему все знакомые говорят, Вася, у тебя жена все время за тобой век какой-то. Тихо, тихо, мне жена сказала туда идти. Да? То есть, понимаете, вы не можете чисто сидеть, если вы не можете прийти и сказать, что я хочу чистосердечно по вашей просьбе вас поблагодарить. Значит, если я вас благодарю по вашей просьбе, значит, я не чистосердечно вас благодарю. Поэтому Тора ни слова не написала, что это день получения Торы. И Хасам Саввилов говорит, что мы как бы от себя в этот день, мы, конечно, празднуем, мы должны от себя поблагодарить. Поэтому в молитве мы таки упоминаем, что это именно день получения Торы. Мы чистосердечно хотим поблагодарить действительно Бога за то, что он дал эту Тору. Любой еврей, если он хотя бы немножко коснулся Тора, немножко понимает, он должен, если он задумается, он поймет, насколько действительно весь еврейский народ изменился, и жизнь каждого человека изменилась из-за Тора. Когда я говорю Тор, это и все заповеди, которые в Торе написаны, и сам процесс изучения Тора. Человек, который хоть когда-то учил Тора, он понимает, что это огромная радость и возможность. Человек, который может учить, действительно, кто может больше просветить времени, меньше, так это тот день, когда мы хотим отметить, что нам дали Торы, поэтому специально написано, что когда евреи что-то отмечают, надо поесть и покушать, и выпить. Второе объяснение, тоже интересное объяснение. Это объяснение, я хочу начать с притчи, очень интересная притча. Пример, на самом деле не притча, я могу сказать, что был один очень богатый еврей, который должен был поехать в другой город, и там была огромная сделка. В те времена это, наверное, были тысячи рублей, в наше это время это миллионы долларов. Короче, он едет в какой-то город, и там он должен сделать огромную сделку, он очень доволен, он неделями ждал этот момент. И надо выезжать рано утром, и он уже рано утром встал, он уже там прям прыгает от радости, он уже ждет, не дождется. А его кучер идет запрягать коней, и этот кучер такой полузаспанный, еле выходит, глаза свои там протирает, он так медленно эти кони запрягает. Ужас! Почему? Очень просто. Потому что этот бизнесмен, он знает, куда он едет, он делает деньги, он перед собой видит эти нули, эти миллионы, или я знаю, что он видит, и он ждет, не дождется, пока он туда поедет. Кучер перед собой видит, кого он видит? Он видит коней. Куда? У него некуда спешить. Если бы наш богач, хотя бы действительно, чтобы было бы это все лучше, он должен был заранее этому кучеру сказать, слушай, Авраам, мы завтра едем в поездку, да, вот это за на утром надо встать, да, да, надо встать, да, надо встать. Я тебе приготовлю утречком такой хороший кофе, и кофе, и с коржиком, и потом в дороге я уже приготовил там хороший бутерброд, с колбасой, и все такое. Так утром, этот куча, когда он уже знает, что его ждет хороший вкусный кофе, и хороший бутерброд с колбасой, не с кофе, конечно. Так, он так идет, о, идем, вперед, хочется жить. Так, этот пример, кстати, привел один из комментариев на Мишна, Стеферы состроил, знаменитый комментатор Мишны. Стеферы состроил, он жил 150 лет назад, и он привел этот пример. Он этим примером, кстати, хочет объяснить, почему, когда мы делаем кедуш, мы делаем кедуш. Кедуш мы говорим броху на вино, потом мы говорим сам кедуш освящения суббот. То же самое на праздник, кстати, мы говорим броху на вино, говорим приагопом, потом мы говорим, мы говорим броху на праздник. Он задает вопрос, на самом деле это спорный вопрос, но мы так делаем, он говорит, почему сначала мы говорим благословление на еду, на вино, то есть физическое наслаждение, и лишь потом мы говорим броху на кидуш. Еще раз, это то, что мы сейчас делаем в тост, называется кидуш, правильно? Я сейчас встал, или не стою, сидя его делаю, я беру бокал, чтобы сделать кидуш. По идее, надо было первую же броху сделать кидуш, потом перед тем, как пить вино, скажите броху на вино. Нет, мы сначала говорим броху на вино, и потом лишь мы говорим кидуш. Знаете, почему так? Вот этим примером он хочет это объяснить. Любую митцу, когда мы делаем, сначала надо заинтриговать кучера, потому что без кучера мы никуда не поедем. Так сначала мы говорим на физическое наслаждение, лишь потом мы говорим про духовность. То же самое любая митца, он говорит. Любая митца, у нас есть тело, у нас есть душа. Наша душа на самом деле, она очень святая, и мы каждое утро говорим Богу, что ты нам дал святую душу, это часть Бога. И наша душа хочет сделать все очень хорошее, хочет делать митцы и так далее. Наше тело как раз наоборот, наше тело хочет больше покушать, поспать спокойно. Не трогайте меня, у меня все хорошо. То есть наше тело это кучер, и душа в этом мире ни одну заповедь не может сделать без тела. Как бы наша еврейская душа не хотела это делать, она хотела что-то, не может. Есть люди, к сожалению, есть люди, которые живут всю жизнь так-сяк, но они говорят, зато я еврей в душе. Но в душе, зато у меня чисто в сердце, я в сердце еврей, я в душе еврей, да, я вот. Так этого недостаточно. Конечно, очень хорошо быть евреем в душе, но этого недостаточно. Наше тело и душа должны вместе работать, и наша душа пытается этого кучера заинтриговать, попросить. Так поэтому все митсвы сначала, что-таки мы говорим физический фактор, наслаждение и так далее. Потом уже духовное. Теперь вернемся к шавоту. Шавот точно так же. Шавот. На самом деле наша душа, конечно, любой еврей очень хотел бы получить Тору. Есть мнение, что все еврейские души находились в тот момент, когда Тору дали. Там написано, что было 600 тысяч людей, на самом деле написано, что все души, которые даже потом родятся, они все там были, они приняли в себя это обязательство, соблюдать Тору. То есть мы все были, наши души хотят, и действительно очень много историй, приводится много историй, когда люди, которые были очень далеки от Торы, ничего общего не... Но когда они приходили в бэтмедаж, например, они приходили в синагогу, и начинали немножко учить Тору, вдруг у них, знаете, зажигалось все. Знаете, как электроприбок, когда его вставили в бозетку, он начинает работать. Вот. И было очень много историй, когда полностью нерелигиозные люди, ничего общего, но когда они начинали учить Тору, вдруг не стунись всего, как бы было видно это. Но опять-таки для этого нам нужен кучер. Душа не может, если наше тело в шавот пойдет спать, или это в лучшем случае, так душа ничего не может делать. Поэтому надо сначала попросить кучеру. Надо ему сказать, слушай, товарищ кучер, у нас шавот, у нас молочная трапеза, мясная трапеза, язык, то-сяк, ух ты, здорово! И тогда, раз уже кучер коней-коней приготовил, тогда мы шавот и примем Тору. Теперь немножко проблема, надо просто не остановиться только на кучере. Надо, чтобы потом это привело к миксу. Потому что некоторые люди им сказать, ну вот, товарищ Ташкер уже 10 минут нам рассказывает, как важно в шавот покушать. И они действительно, если в шавот будут кушать, 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 так это тоже нехорошо. То есть, я не хочу, чтобы моих слушателей созвалось впечатление, что Тора, самое главное, Тора это хорошо покушать, хорошо жить. Интересно, что Тору дали на горе Синай, гора Синай находится в пустыне. Не только она находится в пустыне, гора Синай, у нее есть другое имя, Хоров. Интересно, в хумыше дворим, обычно мы говорим, гора Синай, но на самом деле у нее есть другое имя, Хоров. Хоров это полная пустота, хороива, разрушенность. Потому что это была пустая пустыня, там ничего не было. Казалось бы, это очень интересный пример. Когда евреи получили Тору, мы как бы заключили союз со Всевышним. То есть Тор нам дали, Тору, мы ей сказали, да, мы с удовольствием хотим, мы в шавот сказали, хотим, пожалуйста, и мы как бы заключили союз со Всевышним. Обычно, когда две стороны заключают союз, где это делается? В Ялте, в Сочи надо поехать. Едут обычно хорошие курортные города. Да? И в этом курортном городе собираются главы многих стран. И в этом курортном городе, в хорошем городе, там хороший пейзаж, и так далее. Там хорошую еду дают. И они заключают союз, там подписывают, все замечательно. Всевышний, если он хотел заключить союз с Всевышним, с Еврейским народом. Неужели он в своем мире не мог найти лучший? Я поехал в Байват, не так далеко от горы Синай. Там красиво, там море, там то. Поехали. Нет, Всевышний повел евреев на гору Синай, в пустыню. Зачем? Некоторые говорят, вот именно для этого это и происходит, что Всевышний хотел, Всевышний показать хотел евреям, что на самом деле Тору надо учить, где бы ты ни находился. Нет такой вещи, что Тору надо учить, когда хорошо кормят, когда хороший кондиционер есть. Тору дали летом. Так вот, Синай, поздняя весна. Тору дали на горе Синай, там пустыня была, там была жара. Да, и условия были не особенные. Показать, что Тору надо учить в любом климате, в любом месте. Нет такой вещи. Ее, кстати, Тору, почему Тору не дали в земле Израиль? Интересно, такой святой момент, да? Надо было Тору дать в земле Израиля? Нет, Тору специально дали за пределами Израиля, чтобы знать, что если вы за пределами Израиля, вы тоже можете учить Тору. Если вы в плохих условиях, тоже можно учить Тору. Есть очень много интересных историй, когда знаменитые Мир и Ешива. Мир и Ешива, которые, когда они бежали из городка Мир, они через всю Трансибирскую мегастраль, они доехали до Шанхая. Они были в Шанхае с 40-го, почти 46-й год. В Шанхае там были условия, там была тоже жара, там. И они учили Тору там. Более того, эти ученики потом вспоминают, что самые их неудачные, как бы, года жизни, когда они учили Тору, это было именно в Шанхае. Там много книг они написали и так далее. Рассказывают про главного раввина Бреста, последний раввин Брис Керов. Он бежал в начале 40-х из Бреста. И там уже бомбардировка, шла бомбардировка. Они бежали, он бежал со своей семьей. Вдруг посередине, вот так он бежит со своими детьми. И другой говорит, ой, у меня есть ответ. Оказывается, его волновал маймонид в своих законах на Корбан-Пейсах. Написал какой-то закон. И этот раввин не понимал этого закона. И он пытался понять ответ, как это понять. И вдруг он понял. О, он понял. Там, понимаете, летят самолеты. Там бомбы падают. В этот момент он с ним говорит, ой, я понял, давайте я вам расскажу. Я понял, я таки понял Рамбома. Я понял. Люди учат Тору, где бы они ни находились. Вы в пустыне, вы не в пустыне. Рабмой Шапанчеттин, он законил Рохо, он отказался, чтобы ему поставили кондиционер. Он жил в Америке, в Америке уже это все кондиционеры, да. Он сказал, мне не нужен кондиционер, почему? А вдруг кондиционер когда-то поломается, я привыкну. Если я уже привыкну с кондиционерой, я не смогу без кондиционера учиться. Я не хочу привыкать. Я не хочу без кондиционера. То есть нужен был баланс. Не пугайтесь. Если у вас есть кондиционер, не выключайте его. Если у вас... Нужен был баланс. Не тема моего урока. Сказать, что надо хорошо покушать. если вы хотите учить тору надо купить себе хороший такой торт с творогом с вишней нет я хочу потому что скажу если вы хотите со своим телом люди для начинающих как говорится для начинающих хорошо покушать надо конечно иметь силы и так далее но с другой стороны надо помнить если по какой-то причине еврей попал в ситуацию когда ему тяжело учить тору не его не освобождает тор это второе объяснение почему именно пшевод принято хорошо покушать чтобы опять-таки нашего кучера заинтриговать и попросить чтобы он таки хорошо покушал что скоро это хорошая вещь но не надо забывать что все-таки тору дали на горе сена 3 потенциальный вопрос ответ почему надо хорошо покушать потому что чтобы не создавал впечатление что тора это другое пространство то есть есть мир тору есть нормальная жизнь есть такие люди у них имя такое-то в миру выражение в миру здесь мир простой нормальный мир это где можно заработать деньги на купить себе дом яхту часы и так далее религиозный такой духовный мир тогда то есть так тора так не работает тора нам дана это называется тора с хайм которая жизнь история законы торс они связаны с мирскими с мирской жизнью еврей религиозный еврей он обязан жениться религиозный еврей он обязан жить в этом мире он не может идти-то в монастырь от двинуться убежать от всего это нет у него должен мы должны быть дети у него должно то есть тора она связана с этим миром и тут не имеет не имеет даже права от него уйти более того интересно что когда тору давали интересный метр и даже говорит что когда мой шарабин на поднялся на гору сина и получить тору пришли ангелы и сказать что происходит всевышний ты отдашь эту тору ту тору которая это самая святая вещь которую ты создал ты ее дашь людям и такая святая вещь может сказал может там смешно скану может что ты ответишь так можешь к сушке тоже что второе написано не убить нельзя воровать надо угрожать родитель это не ангел это интересный диалог то нам тяжело понять уже диалог ангела и мойша что ангелы думают что больше но на нашем детском уровне диалог произошел что ангелы такие хотели чтобы людям тору не давали и мойша победил потому что второе написано потому что тора именно для физического мира длина кстати одна из причин и почему кушаем молочные продукты нашего отдачи интересно есть общепринятые еврейские обычаи кушать молочную если люди которые кушают целую трапезу молочную если которые полумолочные трапезы есть разные объяснение именно молочная трапеза есть один не такой знаменитый комментарий который говорит что когда мойша обсуждал с ангелами кому давать тору можешь ангелам сказать как вы вообще можете как у вас даже совесть есть попросить тору вы ведь сами тору не соблюдали вы нарушили тору когда мы нарушили тору а вы вспомните когда три ангела пришли к аврама вину в раме вину стоял ждал гостей не пришло три ангела он не значит ангелы он им дал сначала он до молочную сметану а потом он отдал три языка даже вы ангелы кушали мясо с молоком получаете ну так как же вы каждого можете прочитать ангелы не получили то тебе на самом деле надо понять как же же в раму каждый же в раму что-то за ресторан такой еврейский ресторан сметана до сметану понимаете все все мы слышали что есть такая вещь как или менее в сметане да ну а в раму как-то не грамм не будет такое давать если очень интересными стене если внимательно посмотрите абрам сначала дал это масло молочно потом 2 мясную так это можно мы после молочка просто пропластут трот известно до последeb 코ственно пропало стоит привод омыт руки и вы на самой через полчаса ст các согласно можно кушать мясо ангелы что и ангел ангел или у него огонь в рту ангел ангел если он покушал кушал молочная он же стал мухик а не может уже мясное кушать человек я могу прополоснуть рот все хорошо ангел если уже молоко кушал не может кушать мясо поэтому с ангелом была проблема просто объяснение чтобы не переживать но интересно опять таки мы кушаем молоко потому что лаконом напоминает что именно благодаря этому мы получили тору вся эта еда нам напоминает что до тура покрывает законы не просто там какие-то духовная молитва пост и тогда ну таро это таро для каждого и каждый день один самая большая часть шелхана рука шелхана рука это многотомник который рассказывает нам законы каждодневной жизни самая большая часть шелхана рука это законы денежные они законы молитвы конечно там не законы шаббата они законы но самая большая часть денежные законы ты стором и когда мы кушаем на помнишь тору которую мы получили всего это не тора который там на небесах для ангелов а мы ты можем спокойно но не без того надо конечно праздник тогда нет тора это каждый день и именно физические наши наслаждения для них тора была идана сможет садигаем интересно это тоже называется чисткой да угад вина даже про него есть разные вопросы какую на него броку надо сказать можно там творог неאсть корочка корочка из теста сколько на него нандачка грубровкаic никто играет надо сказать отдельную брокку на корочку мизой ус отдельно на душа коль сказать на на творог горе зевым скойка надо его скушать и так далее сколько из законов кашу то пока вы его сделали если детстве например у женщины только мясная духовка есть она хочет сделать молочный тор как она имеет право на это не буду рассказывать вот этот простой творожный пирог днем очень много законов тора как его сделать и его сделать как его кушать какой брокон на него сказать уже тарана вокруг этого и крутится наши физические законы поэтому шавод еще одна причина почему мы кушаем это напомню что тора это от мира сего не для ангелов это для нас еще одно объяснение это нам напомнить что тора это приятная вещь что мы когда мы говорим утром на тору мы просим бога чтобы нам он сделал туру сладкой пожалуйста сделай бог чтобы торно было приятно тор интересно других митсвах разные объяснения если я делаю митсву я делаю митсву не ради самой митса просто в наслаждение что если человек пейсах вечером он говорит я вам скажу честно митсву не без того но я кушаю митсву она вкусная и другую митсву написано что это все таки не такая хорошая митсву надо делать ради бога лешмо называется во имя митсвы во имя всего это тоже митсва это тоже митсву но не такого высокого уровня митсву написано что если вы учите тору процесс изучения тора потому что вам нравится учить тору и так и надо это ваше митсву не уменьшает наоборот бог хочет что мы учили то ради удовольствия уже тора нам было тора на сладкая интересно что в проката протон написано что тора это как мед под языком только когда вы рассказывать маленькие дети когда три годика мальчику его ведут хейдер ему там рэби показывает алабейс там дают пряник с медом его хотят ночи шатур она сладкая она приятная это на любом уровне это на уровне алабейс одно уровне мишнает это уровне гимары это может быть зояр учить каббалу тора сладко если кто-то тору и на ему не приносит наслаждение не то учить тора тора она все великие рыбины посмотрите на фотографии как они учат наслаждение радость которая нам должна давать радость и поэтому еще одна причина почему что вот мы действительно столько кушаем напомнить нам что изучение тора это не издевательство и тогда если вы помните дай бог чтоб в этом году нам не надо было поститься 9 а вам тогда евреи постились готовые запреты за музыку слушание за душ принимать 5 а вы нельзя учить тору и про кого сказано если у кого-то умер если кого-то умер родственник он семь дней а вель скорбящий не можем сеть не может семь дней учить тору потому что скорбящий он не учит вам же тура радует человек закон шелханорхи сторона по своей сущности если человек еврей когда еврейская душа включается она начинает поглощать себя тору любой еврей который я увеншу мои слушатели которые чувствуют научили тору когда мы учим тору когда мы учим комментарии в наше время столько есть на русском языке на других языках это придает физическое наслаждение в шавод мы поэтому хорошо кушаем напомнить себе что тора хоть она и духовная но она приносит физическое наслаждение то есть четыре четыре в двух словах три четыре объяснения которые я привел я уверен что есть какие-то другие объяснения почему ты именно в шавод митсва и обязанность кушать первое это показать что мы хотим эту тору именно выпить то сделать да второе это мы хотим мой пример с кучером когда мы хотим наше тело иногда наше тело с душой немножко не нет не хочет вместе работать мы этого хочет хотим куча прибодрить и дать ему хорошо покушать третье мы хотим себе напомнить мы хотим напомнить что тора она дана специально не ангелом который таки дали людям потому что тору дали эти и и все законы тора не связаны с физическими законами если у человека если бы человек не живу в этом мире он бы не мог понимать ему нужны ему нужны деньги чтобы соблюдать и законы можно еда чтобы соблюдать законы есть даже те же с ту же самую еду которую мы кушаем там есть законы как его кушать и последнее надо не забывать что тора на сладкое и вкусное и приятно поэтому наше вот именно надо специально обязательно хорошо покушать хорошо выпить напомнить нам прошло теперь этот баланс то что я вам сказал что почему действительно тору дали на горе синае одна из причин почему тору дали на горе синае что после того чтобы полчаса слушать урок хороший хороший идея да интересно что свод еврейских законов до шуха на рук да закон все знают шлха на рук шлха на рук шлха на рук шлха на рук это книга написала его 500 лет назад почти уже 500 назад и бьёй сикаро написал сборник всех еврейских законов потом огромное количество комментариев но называется шлхана рук засловная переводит шлха на руха на крытый стол я совершенно него раввина который потом стал ребенка он родился не очень религиозной семье он рассказывал что как устал как он пришел к религии он пришел он израильтянином был и он вид на полке стоит книжка шуха на рух так он думал что книжка вкусное здоровье пищи он говорит что это вкусное и начал читать интересно это своеобразно что книга самая главная книга еврейских законов называется шуха на рух накрытый стол подразумевается что там накрытый стол вам дают все законы сторона напрямую связанность с едой но тору нам дали на горе сина и пустыня интересно что мы учим горы сина гора сина и потому что была пустыня я смотришь когда был вопрос на какой горе дать тору и выбрали гору что самая одна из самых низких гор в мире корни диктору не дали на обрезке тору не дали на мир до проданы горе сам уж на маленькая гора некоторые говорят подождите вы хотите зачем на маленькой горе чтобы показать человека научишь он должен быть не мнение не быть таким гордым высоким смотреть на всех сверху вниз тара если вы хотите чтобы действительно тором воспитывалась вы не может быть быть наглыми и горд все раввины все велики раввин они были про очень скромные тогда не говорят и наблюдают дать возле мертвого моря самое низкое место на земле на гору было вообще забираться норме на 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 поверхности на яме надо было добавить тор не тора нас не учишь а мы были полностью ничтожеством мы должны все-таки быть горой есть очень интересный полушутильная история когда два еврея после молитвы закончилась мы это шахарит они что-то поссорились один на другого кричит рот на него кричит и все может быть приходит ребят вы только что по молитве шахарит все так как-то можно нему теперь кричать ты можно сравнить мой прах земной его прах земной кв ты сравниваешь если человек может человек может быть очень скромным но за гостерой хочет этот баланс что он такие должен быть настоящая скромность настоящая скромность настоящая то есть и с другой стороны чак должен не давай кто такой сказок интересную историю шлом из амер ойброг Он был один из величайших равинов конца прошлого века, он родился в Иерусалиме, он никогда не выезжал за пределы Израиля, один из величайших равинов, и он своему внуку сказал, что ты мне написал письмо, внук ему написал письмо, и он своему внуку сказал, как тебе не стыдно, ты в письме написал адрес, и ты на комерте написал великому равину, главу поколения, как тебе не стыдно, так внук подумал, что дедушка скромный, понимаете, он не любит, чтобы ему титулы давали и так далее, может дедушка недооценивает, что он является одним из главным равинов, он так думал, что он замуж говорит, смотри, ты там пишешь, расписываешься, это же почтальон, но идет это письмо, бедный почтальон, в Израиле жара, он должен читать твои калякули, узнать, кому это письмо идет, напиши, и все, что ты расписываешься, человек работает, то есть настоящая скромность, есть такие люди, которые, да, я самый скромный, я самый скромный, да, да, не, я скромнее тебя, но я значительно скромнее тебя, да, да, так и все, это настоящая была скромность, то есть это такая гора Синай, есть интересная гемора, гемора, я очень рекомендую, если взять трактат Сойте, последние две строчки трактата написано, что после определенного момента еврейской истории пропала скромность, а нова, а нова, все, нету, нету больше, а нова, нету скромного человека, гемора, сказал рабьёйся, рабьёйся, там, один из мудрецов говорит, а вот есть же я, то есть, грубо говоря, если перевести на русский язык, то есть гемора говорит, что, ну, в наше время скромных людей нет, рабьёйся говорит, а как, вы про меня забыли, да, так что, комментарии говорят, ну, что, то гемора, да, мы говорим про рабьёйся, рабьёйся – это мудрец талмуда, так интересно, что в другом месте талмуда у рабьёйся, там два равина, было рабы и рабьёйся, у рабьёйся его называли Синай, очень интересно, у него была кличка Синай, почему? Потому что он, он, на самом деле, был слепым, он потом ослеп, он заболел, ослеп, и он на память, очень много отчезал на память, он знал всю Мишину на память, он брайсис, он очень много, он, у нас называется «Ходячая энциклопедия», Так его называли Синай, потому что он как гора Синай, на которой дали Тор, он все знал. Но интересно, что теперь мы понимаем, Рабьосиф, он и давал себе отчет, он знал, что он действительно скромный. Он знал, что то, что у него есть, это все от Бога. В третьем месте Талмуда, на Шавуот, Рабьосиф был рад, у вас написано, что Рабьосиф сказал, зарежьте мне специального барашка, потому что такой великий день. Если бы не Шавуот, сколько там Иосифов на базары? Он так и сказал, что я благодаря Шавуота, он понимал, что он необычный Иосиф из базара. Он знал, что он Равин, он знал, что он мудрец Талмуда, он не знал, что о нем буду я урок, может быть, давать. Но он себе давал отчет, что он не пустое место, но с другой стороны, он был скромный, он понимал, что это все пришло от Бога. Тора, опять-таки, на то это Тора, очень интересно, что Тора нас учит этому балансу. Тора нас учит балансу, что с одной стороны, мы должны, первая часть моего урока, с одной стороны, мы должны вот кушать и наслаждаться этим миром и так далее. С другой стороны, нас Тора говорит, что нам дали в пустыне Синай. С одной стороны, Тора нам говорит, что мы должны быть скромными, мы не должны быть наглыми и так далее. Там приводится, что Тора в другом месте, Тора потребляется в воде. Тора потребляется в воде, почему вода? Вода, она течет сверху вниз. Если человек хочет принимать Тору, он должен быть внизу. Ему сверху должна течь вода, если человек возьмет и начнет, например, откроет геморру, возьмет какую-то книжку по Торе. Ну, я этого не понимаю, это не то. Ну, кто-то это написал. То есть, если человек вот так нагло, у него просто не получится. То есть, человек, одним из правил просто бывает, действительно, что бывают люди приходят, они пытаются учить Тора, у них не получается. Вы тут даете целый урок, как Тора сладкая. Мне что-то не сладкое, ничего, ничего не понимаю вообще. Мне другие каналы больше нравятся. Потому что иногда, если, да, понимаете, Тора, она очень сладкая, но надо ее кушать правильно. Так одно из правил, что когда человек учит Тору, он должен опуститься, и тогда Тора будет ему идти. Какие-то вот эти два самых основных вот этих баланса. С одной стороны, баланс духовных наслаждений, физических наслаждений и баланс гордыни и баланс скромности. Теперь у нас несколько минут осталось. Я хочу, вкратце, меня попросили сказать несколько законов именно Шавуота. Практические законы, которые, опять-таки, все законы Йомтова, это можно отдельно урок давать, но именно в этом году, учитывая, что Шавуот выпадает на воскресенье, так нельзя, не принято, можно сказать, не принято. Не принято кушать третью трапезу сразу перед праздником. Значит, Шавуот выпадает на воскресенье, то есть субботу вечера. Тогда третью трапезу, если обычные люди кушают третью трапезу под вечером, у вас уже Шавуот начинается. Поэтому общепринятые обычаи, вы первую трапезу, то есть дневную, не первую, дневную трапезу субботнюю делят пополам. То есть начинают обычную субботнюю трапезу, кушают там рыбу с салатом, потом говорят бархат Амазон, потом делают на полчаса перерыв и продолжают. И так это ваша вот эта третья трапеза, то есть делают третью трапезу пораньше. Общепринятые тоже обычаи хорошо в Шавуот учиться. Даже если некоторые не в том возрасте, нам тяжело. Хотя бы немножко, даже люди, которые далеки от Торстки, в Шавуот надо постараться что-то поучиться. Но если люди хотят в субботу выспаться, чтобы в Шавуот учиться, на здоровье это очень даже хорошо. Но нельзя говорить, нельзя сказать, ну я пойду спать, чтобы у меня были силы на завтра. Потому что нельзя говорить, нельзя говорить, чтобы вы как бы готовитесь. Некоторые, кстати, говорят, что можно, потому что это для митцвы, для митцвы можно. Но лучше просто идите молча спать, это надо знать. Еще один закон, тоже в этом году. В Моце Шаббат, то есть в субботу вечером, значит, заканчивается, суббота заканчивается, суббота начинается Шавуот. Надо попрощаться с субботой, и лишь только потом делаем кедуш. Так есть вот этот сложный кедуш, значит, мы говорим о гофе, как я уже сказал, что с первым делом мы говорим броху на вино. Потом после этого мы говорим кедуш, потом мы свечку, зажигаем свечку. У тебя зажигать свечки, на самом деле просто так зажигать свечку, просто так зажигать свечку нельзя. Так что делают, берут или берут просто две свечки, если женщина уже зажгла свечки, ну, субботние, праздничные свечи. Кстати, праздничные свечи тоже надо быть очень аккуратно. Субботние свечи мы всегда зажигаем заранее, до захода солнца. Праздничные свечи в этом году, учитывая, что праздник начинается после субботы, то надо дождаться, чтобы 100% суббота закончилась. Потом женщина зажигает праздничные свечи, и можно взять просто две свечки. Во время кедуша рядышком положить две свечки, сделать свечкой для Авдолы. Первое, евреи, слава богу, умные люди, они придумали специальную свечку, для этого продаются в магазинах, придумали свечку, у нее два фитилька. Есть не такая большая толстая свечка для Авдолы, она выглядит как обычная свечка. Если вы присмотрите, там два фитилька, чтобы было больше пламя. Женщина, когда зажигает свои праздничные свечи, пусть она возьмет одну из этих свечей, зажжет вот эту специальную свечку. Тогда на нее можно будет, лучше просто, все, евреи, евреи, евреи все придумали. Молочную трапезу из разной обычаи, когда ее делают, некоторые делают полтрапезы молочной, некоторые всю трапезу молочную. Если вы делаете полтрапезы молочной, после молока надо помыть руки, и нельзя пользоваться тем же самым хлебом. Интересно, РАМО, Шоханорх, и тот объяснение, которое я привел, это одно объяснение, но в РАМО, Шоханорх, и написано, что почему мы кушаем молочное? Потому что если вы кушаете молочное мясное в одной трапезе, вы не можете пользоваться одним и тем же хлебом. Я заканиваю, вы не можете буханку хлеба, которая была на молочном столе, потом пользоваться для мясной трапезы. Хочешь, не хочешь, придется взять две буханки хлеба. он же будет два буханка хлеба вы вспомните чтобы самих души приносили два хлеба интересно еще одно объяснение на пятки я желаю чтобы все у нас действительно был сладость сторожа буду стоили чтобы тора она была сладкая и нам было приятно чтобы его благодарили тору и на не за вашу все таки шавод это тоже один из трех дней паломничество те дни когда евреи все евреи собираются мужчины должны были собираться в иерусалиме надо не забывать что то что мы просим дай бог что мы таки удостоились собраться в иерусалиме праздновать все наши праздники спасибо за внимание с праздником